11 октября в городе Майкопе в здании газеты советской Адыгея прошла традиционная пресс-конференция по организации и проведению призыва граждан Республики Адыгея на военную службу в октябре-декабре 2016 года. С участием военного комиссара Республики Адыгея Александра Аверина, начальника отдела по работе с гражданами военного комиссариата Республики Адыгея Дмитрия Садовского, заместителя начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Адыгея Сергея Мозгачева, а также начальника в районах военных комиссариатов и представителей средств массовой информации. По словам Александра Аверина, значительных нововведений в осеннем призыве не будет. На основании указа президента Российской Федерации номер 205 от 29 сентября 2016 года в Российской Федерации начался осенний призыв в вооруженные силы, другие войска и военские формирования. На территории Республики Адыгея призыв граждан на военную службу преднаменитен распоряжением главы Республики Адыгея номер 107 и 6 РГ от 13 сентября 2020 года. Осенью вооруженные силы, другие войска и военские формирования будут направлены более 660 граждан, проживающих на территории Республики Адыгея. По предназначению это было сухопутные войска, 235 человек, железнодорожные войска 50, воздушно-десантные 30, военно-воздушные силы 40, военно-воздушные силы 30 человек, ракетные войска статистического назначения 160, войска национальной гвардии 25 человек, военно-космические войска 80, части центрального подчинения 10 человек. Всего для выполнения задания, поставленной, установленной командующими войсками Южного военного округа, на призывные комиссии будет вызываться более 3000 граждан, проживающих на территории Республики Адыгея. Больших изменений по сравнению с предыдущими годами в плане проведения мероприятий связанных с призывом на войску, не произошло, догнатиество у нас не поменялось, поэтому, в принципе, больших изменений у нас нет. Сразу хочу отметить, что такими особенностями, как направление спортсменов в подразделениях центрального царского клуба армии, либо в научные роты, весенний призыв не предусматривается. И потому что задание отменено, просто дело в том, что на сегодняшний день кандидатов нет, то есть задание Стабонуга на него не поступало. Сами вы знаете, что подразделение центрального клуба армии направляется по линии Министерства спорта, соответственно, в научные роты граждане изъявляют свои желания и самостоятельно проходят тестирование, и при данном тестировании на них приходит персональный адресный вызов, данные научные роты. На сегодняшний день, по крайней мере, у нас нет информации, что кто-то отобран из числа призывников, именно что как в научном, так и в спортивном подразделении. Что касаемо атактивно-гаданской службы, мы с вами к этому вопросу возвращаемся от конференции к конференции, там немного изменен призыв, то есть мы отбираем людей в этот призыв, отбираем в следующий. Так вот, спланировано на весенний призыв 2016 года 8 человек, эти все эти граждане в этот призыв будут проходить все мероприятия, связанно с призывом, будет принято решение по направлению их, но выполняя свой долг, они уходят только весной. 8 человек будут в этих гражданах. В принципе, это основные вопросы, что касаемо изменений по отправкам, по формам одежды, в принципе, у нас остается сейчас так же. Граждане бывают войска повседневно, то есть в офисной форме одежды, по своим родам войск непосредственно. То есть это БВС и десант на войска не бывают в синей форме, морфлот в черной, сухопутные войска в зеленой форме одежды бывают. Пока на войск оставить, пока на войск у нас нет, войска, внутренние войска, руковарки, они бывают в полевой форме одежды. Ну и вместо вещевых мешков сейчас одна из особенностей, просто вводятся в сутки. То есть им с собой выдает в сутки камуфлика, на самом деле. Все остальное обмундирование в форме деда изменений не потерпело, срок службы не изменил, так что в принципе больших изменений в этих вопросах не поступило. Результаты призыва показывают, что количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, увеличивается. Лучший метод борьбы с уклонистами – это расширение сети центров патриотической и довоенной подготовки, в которых мальчишек заранее готовят к армейской службе, учат слушаться старших и отличать неуставные отношения от наставлений старослужащего новобранцу. В этом направлении военным комиссариатом республики предпринимаются серьезные шаги к активизации работы по совершенствованию регионального центра военно-патриотического воспитания граждан. Одним из положительных факторов стало возросшее количество мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на территории республики Адыгея. У нас информацию мы тоже озвучили. Не сумели вручить повестку на начало приза 367 человекам. Но мы не считаем, что это именно злостно, а так и тигура людей, которые на сегодняшний день не находились на месте. Уверен, что в течение приза останавливаться с ним будет тайно и пройдет все мероприятия связанным с призывом на районах. То есть не стоит делить тех, кому не учили повестку, в плане, за тех, которые повестку получили, но на мероприятии связанных призывов не пришли. Вот с этими товарищами необходимо же разбираться и с сотрудниками МВД, и прокуратурой. Но, как я уже сказал, такое количество у нас минимальное, но, к сожалению, стабильное, сохраненное. Далее военно-комиссар республики Адыгея ответил на все возникшие вопросы. Существуют научно-производственные роты. Что это такое? Он поднимался. Сегодняшний, во-первых, этот призыв мы не планировали брать ни в научные, ни в научно-производственные роты. Это один из экспериментов, проводимый Министерством обороны. Вот, скажем так, что есть ряд должностей, которые очень сложно замещаем, скажем так, не младшим командам составом, то есть они постоянно настоят с вакантами. Поэтому для дополнения их вот и были введены вот эти вот данные, научные либо научно-производственные подразделения. Опять же, направление в них идет индивидуально. Карты, которые сами изъявляют свое желание, находят сайт в интернете, изъявляют свое желание, получают, соответственно, тест, который ему необходим вратить и потом это принимают за решение. Мы с какими сталкиваемся при осуществлении призыва на осень. Я имею в виду невозможность опровести случай инквонизма, сотрудничество с администрацией, общественными организациями. Восьмой год я в должности военно-комиссарного субъекта и хочу отметить, что какие-то у нас недопонимания как с силовым блоком, так и с администрациями, как субъекта в целом, муниципальности либо честных подразднований не было. У нас руководители родительского рамка понимают важность задачи, стоящие в отношении призыва, и в общем-то всегда идут на встречу. Вот это деятельность прокуратура, сотрудников Министерства внутренних дел, представителей муниципальных и субъектовых управленческих организаций. В любом случае, в этом понимании у нас идет. Что касаемо колонистов, у нас эта цифра, по меркам Южного военного прогресса, она минимальная, скажем так, 87 человек на сегодняшний день у нас граждан, находящиеся в длительном розыске. Ну и одна из больных проблем, причин, почему они до сих пор существуют, это сложность возбуждения административных уголовных, не сидел в уголовном преследовании граждан сознательно уголовничества призыва. Это причина, скажем так, непродуманности нашего законодательства в данном вопросе. То есть ни одно административное либо уголовное дело, административное еще полгода, штрафа штрафовать мы можем, а уголовное дело, уклониста мы не можем возбудить, как правило, получая отказ, а представители, это ни в коем случае не камни ваш, это гражданская парковка, который этим занимается, в связи с отсутствием объективных причин, то есть отсутствием объяснений гражданина, которого мы не можем найти. Мы подойдем к заявлению, что гражданин уклоняется от призыва, на мероприятие от призыва не пребывает, не приходит, так его не может. Сотрудники полиции не могут вести разыскные мероприятия, в связи с тем, что уголовное дело не возбудено, а Следственный комитет это дело возбудить не может, в связи с отсутствием объяснения разыскому человеку. Понимаете, там кто-то кровь получил. В этом, в принципе, основная проблема. То есть уже спланировано на мероприятии, в том числе и несовместное совещание с дистриторными структурами, будем пытаться найти решение данного вопроса. Он не только властника Республики, это вообще общая проблема за Российскую Федерацию. Какая из военных профессий или род войск наиболее престижные, куда хотят попасть призывники, и какая самая непрестижная? В связи с тем, что большое количество подразделений Министерства обороны, да и Роггвардии, на сегодняшний день приходят на контракт, в связи с этим задание у нас, в принципе, так уж и большое. Поэтому просто попасть в вооруженные силы, а скорость уже считается довольно-таки фресизмом. То есть у нас количество желающих об этих войска и количество тех, кому мы сейчас можем направить, выполняя задания, в том, что мы начали с камерой южной войны, оно разница. Причем разница с пользой желающей. Это раз. Конечно, согласно этой юношеской романтике, большое количество ребят желают выходить в десантных войсках, проходить службу в военно-морском флоте, стремятся попасть, и попасть в те подразделения, конечно, конкурс довольно-таки большой. То есть желающих, не деляющие желания на призывные комиссии муниципальных образований, входить в том или ином роде войск, конечно, намного больше. Затем слово было предоставлено военным комиссарам по районам. Слово взял Сергей Праздников. Существует определенный отток, особенно весеннего призыва граждане, которые проживают в городе Майкопе, не меняя регистрации. Представители здесь, средства массовой информации, Кашкарского района, я думаю, подтвердят это, что и особенно Краснодар, и так же, как Тахтункайский район, на побережье. Поэтому мы всегда останавливаемся и застряем на это внимание. Мне хотелось, чтобы средства массовой информации города Майкопа, республиканских, также мы отразили, что сейчас в действии федеральный закон 170 ФЗ, который ввел понятие о гражданине, который не прошел службу, не имея на то законных оснований. То есть такие случаи регулярно происходят. В этом году уже 4 гражданина признания комиссии Кашкарского района приняла решение о признании гражданина, не прошел службу, не имея на то законных оснований. В соответствии с этим законодательством на эти граждане накладывается ряд ограничений. Они не могут поступить или оставаться даже на государственной, муниципальной службе, поступить, естественно, в федеральные органы в власти, участвовать в каких-то законодательных, муниципальных собраниях. Поэтому хотелось бы на это обратить внимание, чтобы вы больше этому вниманию уделили, потому что достаточно большое количество, относительно большое количество граждане после 27 лет, пытаясь устроиться на какую-то серьезную организацию, Краснодарского края республики, Атекеи. Соответственно, их направляют в военный комиссариат для постановки на войск учет. Надо отдать должность, что организации в этом плане работают учетом, исполняют свои обязанности в области войск учета. И, соответственно, они с этой проблемой сталкиваются, затем это влияет на его рынок. Поэтому единственный момент, хотелось бы, чтобы достаточно большое количество граждан молодых ребят Кашкаповского района проживают тут, или уезжают сюда учиться, в общежитиях живут, снимают квартиры там, или живут у родственников, но прописаны они в Кашкаповском районе. Поэтому хотелось бы, чтобы вы тоже на это обратили внимание, и как вы опубликовали в средствах массовой информации, что не надо сидеть и ждать в 27 лет, потому что, к сожалению, не все знают действующие законодательства. В заключении Дмитрий Садовский поблагодарил представителей средств массовой информации за участие в пресс-конференции.